Пока вот это, потому что это гран-при, это самая высшая награда, тоже заняла в этом году. Пока небольшая полка в комнате Ульяны вмещает все ее награды, кажется, что ненадолго. Ульяна и поет, и играет, инструмент себе выбрала самый, что ни на есть сказочный, гусли. В семье Ивановых действительно есть что-то из сказочных сюжетов. Например, появление Тани. Все началось с того, что Ульяне, когда она была совсем маленькая, поставили страшный диагноз. Поехали в Питер на обследование, там маме приснился сон. Как будто я гуляю с вами, с двумя, еще не было Мишутки с Танечкой. И женщины, деток много, и она мне говорит, помогите, одного хотя бы возьмите. Я говорю, ой, как я чужого не могу взять. Она говорит, возьмите одного, и с вашей девочкой все будет хорошо. И действительно, диагноз не подтвердился. А вот тот самый сон Татьяне приснился вновь. Тогда и приняли с мужем решение, а Таню впервые увидели по телевизору в одной из программ. Поехали забирать в детский дом. Взяла на ручки, она мне взяла за крестик вот так, и мы три часа с ней гуляли, она не отпускала. Я мужу звоню, говорю, все, забираем наши. Собрали все документы, и вот так вот у нас в семье появился новый член, маленький. Так и живут теперь большой дружной семьей, где всегда рады гостям. Виктор Карамышев, как и полагается, пришел с подарками. Радушные хозяева пригласили мэра за стол. Я приготовила борщ. У нас вкусная картошечка с мясом, так что мы можем не только чай, но и пообедать. Ну давайте чаем ограничимся. Для обеда еще рано. Поговорили о жизни и делах семейных, о поддержке, которую оказывает государство многодетным. Маткапитал Ивановы потратили на строительство дома. Ульяна же и репетировала, не зря ее музыка, лучшее отражение атмосферы счастья в этой семье.